Язык – это мост. Наш мост казахский очень хлипкий. Ощущение гордости за принадлежность к нации. Нет, это не тот метод. Обучение языку должно доставлять радость. Я приму это, мне это нравится. А вопрос, примут ли казахи? Но сегодняшний казахский язык мне не нравится. Это признак этнической или государственной принадлежности? Мы еще на кириллице друг друга не понимаем и не очень слышим. Но здесь сейчас люди, живущие здесь, в Казахстане, готовы к такому? А русского языка больше нет. Здравствуйте, я Татьяна Бенц, а это проект «Коммутатор». Мы обо всем говорим с точки зрения коммуникации. Тема этого эфира очень острая, я бы даже сказала, довольно болезненная для казахстанского общества. «Казахский язык и его внедрение в быт, умы и сердца нашего многонационального народа». Мой собеседник сегодня известный казахстанский писатель и кинематографист Ермек Трусунов. Здравствуйте, Ермек. Здравствуйте. Я для начала хочу извиниться перед вами, перед зрителями, что мы с вами не разговариваем по-казахски. За 30 лет независимости и за всю мою жизнь в Казахстане я так и не удосужилась выучить казахский язык в той степени, чтобы разговаривать на нем даже в быту. И это, в общем, проблема. Я сейчас ощущаю это некой проблемой, задачей. И я хочу, вот первый мой вопрос, почему так сложилось, почему таких, как я, много? Сегодня самый популярный язык, наверное, английский. Я когда в Америку пролетел, там никто меня не заставлял, и я нигде не видел лузуны, что давайте изучать английский язык. Это настолько было естественно и органично, потому что я просто не мог хлеба купить. Необходимость. Ну да, я даже хлеб не мог в магазине купить элементарно. Ну я изучал там буквально одно предложение, топик, можно хлеб купить там. А когда затевался разговор с продавцом, все, дальше уже была катастрофа. Поэтому сама жизнь заставила меня как бы заниматься языком, чтобы вообще вливаться в эту инфраструктуру, в социум. Самая необходимость. Ну получается, что чтобы казахский язык захотели учить и учили, нужно, чтобы он стал необходимостью или модным? Это нет, только не модно. Необходимость более точное слово. И я должен сказать, что образ жизни и экономическая ситуация, социальная ситуация, политическая ситуация должна сложиться таким образом, чтобы язык стал необходим. Как это случилось? Я вот просто не договорил эту, не досказал эту мысль с английским языком. Почему он занялся лидирующей позицией в мире? Как он стал языком номер один в мире? Потому что английский, британский, в данном случае американский образ жизни, экономика, которая стала самой процветающей в мире. То есть язык напрямую связан с образом жизни и с форматом жизни, с моделью общества. То есть он не может существовать отдельно сам по себе. И мы можем обклеить всю страну лозунгами, языковые курсы, методички. Все это не работает только потому, что казахский образ жизни сегодня, экономическая, социальная ситуация не позволяет языку вырваться на лидирующей позиции. То есть язык это мост. Ты через этот мост куда перейдешь? В ту же нищету и в бедность? А зачем? Почему люди, молодые люди в основном изучают английский язык? Потому что это мост к науке, к процветанию. Там американская мечта. Американская, прочно вошедшая такая фразеологизм, да. И вот к этому, к этой мечте ведет именно этот язык, этот мост. Какой мост? У нас наш мост казахский очень хлипкий. И в принципе он ведет в никуда. Понимаете? Потому что сегодняшняя ситуация социальная, когда мы до сих пор боремся с бедностью, когда мы потеряли провинцию, когда мы потеряли село, сельское хозяйство, когда мы, в общем-то, по уровню развития находимся в черти на каком месте в целом, и экономические показания, то это напрямую связано с языком. Понимаете? И поэтому человек, овладевший казахским языком, будь даже в совершенстве, это его личное достижение. Он будет жить в социуме, он будет органичен, он может замечательно говорить «тосты на твоях» и так далее, но по большому счету на его материальном и экономическом состоянии это никак не скажется. Это не скажется никак на его образе жизни. И потом мы заставляем людей изучать, а это не тот метод. Причем изучаем мы, используя какие призывы. В основном призывы идеологического характера. Мы там напираем, как тебе не стыдно, ты живешь в этой стране. Какие еще мотивы причинные, что это нужно, а для чего нужно, мы не объясняем. Мы спрячемся за какие-то патриотические призывы. Патриотические призывы – это тоже же важная история. А как насчет формирования национального самосознания, самоидентификация, ощущение гордости за принадлежность к нации? Нет, это не тот метод. Я их не отрицаю. То есть они не могут быть решающими? Они обязательно должны присутствовать. Я почему об этом говорю, потому что я сам аульский, я аульный человек. И я больше мыслю даже по-казахски в определенных ситуациях. Но я также понимаю, что поскольку я поездил по миру, пожил в разных странах, я понимаю, что язык имеет решающее значение только в том случае, когда этот язык соответствует образу жизни и какие-то перспективы. Главное, мотивация какая. Данный язык нужен. Английский зачем нужен? Чтобы выйти на общение на равных с цивилизованным миром. Разговаривать с ним в том понятийном контексте, который мир тебе предлагает. Многие сейчас изучают китайский язык молодежь, потому что Китай вырывается вперед по многим экономическим показателям. То есть это напрямую связано. С кем конкурировать казахскому языку? Почему мы никогда не смотрим на ситуацию с этой точки зрения, а прятаемся за патриотические лозунги? Потому и происходит пробуксовка. И мне кажется, что вот эта агрессивная настроенность, и вот последнее время я замечаю такую тенденцию, почему-то русский язык становится врагом. Понимаете? Не надо валить все на русский язык. Русский язык — это величайшее благо. Это тот самый мозг, который оказался в первой десятке самых распространенных языков мира. И наоборот, нужно благодарить. И даже Абай об этом говорил, мы часто забываем, что благодаря русскому языку ты имеешь возможность идти в любое направление. Потому что русский язык на сегодня отвечает на многие те же позиции. Язык науки, язык политики, язык дипломатии, язык литературы большой и так далее. И вот в этой связи мне не очень была по душе тенденция о том, что давайте переходить на латиницу, потому что это имеет прямое отношение. Мы еще на кириллице друг друга не понимаем и не очень слышим, как вы собираетесь переходить на латиницу. То есть это просто лозунги, это пустая болтовня, я вам скажу, которая не подкреплена никакими реальными, практическими какими-то доводами. Это просто ура-патриотизм. Напишите прямо сейчас в комментариях, согласны ли вы с Ермеком Трусуновым и считаете ли вы, что для того, чтобы изучать казахский язык, необходимо сначала навести порядок в стране, в экономике и сделать страну максимально престижной. Это канал Коммутатор, подписывайтесь на него. Вот здесь есть колокольчик, на него нажимайте, приходят уведомления о новых видео. Ну а мы продолжаем беседу. Насколько я понимаю, как раз переход на латиницу подавался как очень утилитарный, поскольку молодежь, которая отдает приоритет английскому языку, и она привыкает к написанию букв на английском языке, например, на латинице, она легче воспримет свой родной язык, в том числе на латинице. Вот это был довод. Это ошибочный довод, я с этим не соглашусь, потому что, опять же, если бы у английского языка или, будем говорить, у американского языка, британский все-таки меньше пользуется популярностью, больше американский, американский и английский, если бы он имел алфавит, то даже китайский алфавит или арабский алфавит, это не было бы проблемой для тех, кто хочет пройти по этому золотому мосту, понимаете? Это все жалобы турка, я вам скажу, и это уход в сторону. Не в алфавите дело, а дело в образе жизни, казахский образ жизни и американский образ жизни, совершенно две разные модели существования, потому что я жил в Америке, и я могу это утверждать. Помимо этого, я жил в арабском мире, на Ближнем Востоке. Кстати, арабский язык, это тоже один из самых распространенных языков мира, но это я больше связываю как бы с религией, с исламом, ну и, конечно, с количеством, как бы диаспора арабская намного больше казахской, локальной, да? Поэтому, чтобы казахский язык стал популярным, чтобы люди хотели бы им овладеть, нужно поднимать уровень жизни в стране, понимаете? И если появится такая казахская мечта, и этот фразеологизм войдет в обиход, тогда не надо будет никакого... Англичане, американцы захотят изучить казахский язык, не в научных целях, не отдельные лингвисты, которые приезжают, там докторские какие-то действия писать, какие-то отдельные, а вот просто человек захотел узнать, что же такое Казахстан, что это за такая процветающая страна, что это за такой казахский образ жизни, тогда ему захочется овладеть языком вот этого успеха. Сейчас успех самое же популярное слово. Допустим, казахский образ жизни – это такой синоним слова «успех». Казахи там порвали показатели в экономике, в бизнесе, во всем. В культуре. Я почему говорю о культуре? Вот я по поводу английского языка. Появился же ведь американский кинематограф. Когда он стартовал со времен Чарли Чаплин, там было немое кино. А когда немое кино заговорило, тогда пошли все эти фильмы по всему миру. Через кинематограф английский язык стал распространяться. И там часто употребляют американская мечта. Утром проснулся, стал знаменитым. Утром проснулся, стал миллионером. Ну и через музыку, через поп-музыку. Через джаз, Армстронг, Фиджеральд, потом пошли Летт Зеппалин, Дю Паппал, Пинк Флойд и так далее. Это культура. Это еще одна дверь, через которой язык может пройти, прорубить себе какую-то дорожку. Вы думаете, я выступаю против казахского языка? Я профессиональный переводчик. Я занимался литературным переводом. Я переводил и всех живых, и мертвых казахских классиков на русский язык. Поэтому я понимаю, о чем я говорю. И мне досадно от того, что наши власти, это вообще зависит от политической воли, надо это им или не надо. Если им это и не надо, они так же могут... Судя по декларациям, надо, и все 30 лет было надо. Понимаете, я не против декларации. Мне вообще все декларации нравятся, о которых Тукаев говорит. Он говорит правильные вещи. Не только языка. Но дело в том, что декларация, оставив за декларацией, это просто желание. Хотелось бы вот так. Хотелось бы вот так. А какие практические предложения ты можешь предлагать? Кроме уропатриотических лозунгов. И мне еще иногда, знаете, сама обстановка, вот атмосфера в стране, когда часто где-то в сетях мелькает, в магазине кто-то хотел что-то купить, ему не на казахском ответили. Или в самолете, там стюардесса. Или там выступает какой-нибудь чиновник или министр, который обучался в Москве, в Питере, ну я не знаю, где там получил российское образование, советское образование, скажем так. И сейчас он так не очень хорошо говорит по-казахски, или вообще не говорит. И начинают там депутаты над ним издеваться. Вы знаете, меня это резко вот как-то отталкивает. Во-первых, нужно понимать, в какой среде человек вообще родился, вырос. От того, что мы 30 лет назад вдруг, значит, неожиданно обрели независимость и повернулись в сторону казахского развития, казахского образа жизни. По большому счету, эти 30 лет можно смело спускать в унитаз. Это потерянные годы. И вместе с этими нечистотами ушел язык. А если бы мы использовали эти 30 лет, и вдруг случилось бы там эмиратское чудо с нами, допустим, или там кувейское чудо, то и статус языка бы приподнялся. Понимаете? Поэтому нельзя рассматривать, я хочу, что сказать. Нельзя рассматривать отдельно, значит, ситуацию в стране и состояние языка. Это взаимозависимые, взаимосвязанные вещи. Понимаете? И по поводу, допустим, русского языка. Мой мастер, величайший философ, Мираб Константинович Мамардашвили, он нам на курсах, он вообще огорошил однажды заявление, сказал, а русского языка больше нет. Я говорю, а какой это язык? Он говорит, это эсперанту Советского Союза. Понимаете? Это очень точное выражение. Сегодня я понимаю, что это тонкий вопрос, болезненный, опять начнут кидаться камнями, но я говорю по факту. И потом я говорю с досадой и сочувствием к своему собственному, родному языку. Но просто какой-то опыт, какие-то параллели, ассоциации, исторические, задокументированные, их же нельзя взять и выбросить. Так вот, относительно русского языка, язык не стоит на месте, он все время развивается. И сегодняшний русский язык, это не тот русский язык, который был 50 лет назад. Это да. Это не тот язык литературы, Бунинский язык, Лесков и прочие стилисты. Но я не знаю, последний писатель, перед которым я преклоняюсь, считаю, что это блестящий русский язык, это Сергей Довлатов. Но сегодняшний казахский язык мне не нравится. Особенно язык рекламы, язык молодежи, язык телевидения, язык прессы. Это, если аналогии связаны с Мирабом Константиновичем, то это уже не казахский язык. Это такая плохая калька с русского языка. Но он же тоже, значит, развивается, значит, если он видоизменяется, значит, он меняется. Он видоизменяется, развивается, приспосабливается к современным каким-то... Это не развитие. Развитие предполагает некий прогресс, эволюция. А это эволюция со знаком минус. Посмотрите, что творится на телевидении. Там есть такие позорнейшие программы, там, халаула. Ну, там молодежь собирается, там пытаются... Ну, бытовой, по сути, разговорный, нет? Это кошмарный язык. Его слушать невозможно. Он режет мне слух. И я не к тому, что я там кокетничаю, я там хочу высокий штиль. Ну, просто я, как бы, воспитывался в той среде, вот, в ауле, там, старики разговаривали. Многие, как бы, не было косноязычия. И это был такой богатый язык, образный, насыщенный поговорками, пословицами. Вы знаете, в степи слово было сильнее любого оружия. Согласна. Потому что слово можно воскресить, и слово можно было убить. Понимаете? Очень много пословиц, связанных с языком. А сегодняшний казахский язык, он беднеет, он вымывается, он превращается в язык суржик. Такой, знаете, и мы о каком языке говорим, какой мы будем изучать. Если вот с китайской аналогией, там, 292 языка в Китае существует. А наш язык, слава богу, он настолько силен и крепко, как оказалось, что в нем практически не существует каких-либо... Заимствований. Заимствований это одно. Заимствований, кстати, много. Особенно в именах. Я имею в виду каких-то провинциальных диалектов. Казахский язык, он огромная территория, там, девятая в мире страна. На севере разговаривают так же, как на юге. Ну, небольшие есть какие-то. То есть, если китаец встретится с севером и с юго, они друг друга не поймут. У нас такой проблемы нет. То есть, казахский язык, он универсальный, очень богатый, замечательный. И я сожалею тому, что он теряет это богатство. И превращается в язык какой-то такой стендаперский, что ли, какой-то язык какой-то блогерский и телевизионный. А это ведь мощная такая вот информационная волна. И я скучаю по языку, которым разговаривал, например, Герой Карлович Бельгер, мой близкий друг. Вот, кстати говоря, живой пример того, о чем провозглашают наши власти. Что мы должны владеть, помните, по-моему, во времена Назарбаева, говорили, надо три языка тоже владеть. Три языка. Немецкий и русский казахский. По умолчанию, это английский. Нет, русско-казахский плюс какой-то. Да. Вот Герой Карлович был живым воплощением носителем вот этой идеи. Он не просто разговаривал, он и писал. Мне нравилась его методика работы с языком. Допустим, если вот он наутро должен был писать на казахском, он вечером накануне читал Джуспека и Маутова, да, Абжиман Рупиис, Абжики Калебаева, то есть блестящих носителей вот этой литературной. Если ему надо было писать на немецком на следующий день, он накануне читал. Шиллера, Гёте, Гейне и так далее. То же самое с русским языком. Он читал Бунина, Лескова, Тургенева и прочих товарищей. То есть он настраивал свой профессионал. Мы говорим о профессионале. Обычный человек, что ему нужно для того, чтобы преодолеть? Во-первых, для него нужно создать условия. Обучение языку должно доставлять радость. Согласна. Понимаете? У нас радости не доставляет, потому что на каждом шагу... Что ты коверкаешь там слова, и ты там не так произнес, не так акцент там у тебя ужасный и так далее. Поэтому многие стыдятся разговаривать на языке своем, потому что он только начал изучать. А остальные готовы его за это съесть. Ну и как в этой ситуации ты будешь? Ты не будешь практически... А ребенок... Вот механизм обучения языку как происходит? Родился ребенок. Он ни слова не знает. Он даже не знает, в какой среде он там. Он грузин, армянин, китайский, казах, русский. Он же не знает языка. Он начинает разговаривать как? Он разговаривает смешно. Нет, он смешно. Он коверкает слова. И вдруг... Но за каждое коверканье мы его поощряем. Ой, он сказал мама, он сказал папа, он у меня по имени. Ой, он там птичку какую-то узнал. Мы радуем, мы его поощряем. Давай, 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 говори. И человек, он как бы живет вот в атмосфере поощрения и вознаграждения. Взрослый человек, это вот ты говоришь о 30-40-летних. Вот дядька какой-то там всю жизнь прожил, не знаю, в России, в Астрахани, не знаю, в Москве обучался. Приезжает. И тут его начинают депутаты клевать за то, что он... Так вы поощряете любого. Хорошо, если казахам, не знающим казахский язык, достается больше всего. Сама такая моральная еще атмосфера давлеет, что нету вот каких-то условий таких, чтобы людям доставляло удовольствие изучать. То есть, когда мы начинаем изучать, мы же все как дети становимся. Да. Нужно просто сказать, что, ребята, мы дети, мы только начинаем ходить, мы только начинаем говорить, не надо нас за это ругать, ставить в угол, тем более нас за это гнобить. И вы потом выкладываете там все эти, позорите его на всю страну, а тот, кто сделал ему замечание, он такой патриот. Ну, что он такого сказал? Боже ты мой. Плюс еще это. А это очень сильно влияет. Это сильно на психологический настрой, да? Конечно, конечно. И потом скажут, да ну, зачем? Ну, как бы да, лучше не сталкиваться с этим. Да, ну, если это такая святость, лучше не трогать и так далее. А вот еще одна тема, связанная с языком. Ну, по-моему, язык это признак этнической или государственной принадлежности. И рядом здесь тоже вопрос про то, что сказал президент Давидча на заседании АНК по поводу того, что пора уже национальность, да, вот в нашем паспорте. Мы все казахи, и мы в Казахстане живем, мы все казахи. Так же, как американцы. Граждане Америки, они американцы. Но это реально, насколько это... Вот вопрос, я приму это, мне это нравится. А вопрос, примут ли казахи? Боже мой. Вот вопрос, готовы ли они будут к тому, что я там, Таня Бензь, буду писать в паспорте, ну, в паспорте у меня будет написано «казашка». Слушай. Вот вопрос. Вот опять же, вот декларация мне нравится, это вот все равно, что сказать, вот, хочу, чтобы была всегда весна. Ну, кто будет против? Я тоже хочу, мне нравится. Мне не нравится зима в Амате, допустим, или в Астане тем более. Я хочу, чтобы всегда было лето. Замечательно. Понимаешь, декларации какие-то иезуические, по большому счету. Кто против? Но какие-то же должны быть реальные основания. Вот родился я, допустим, Дунганиным, да, мне говорят, ты будешь казахом теперь. Ну, гражданин Казахстана, казах. Да ты знаешь, вот у меня сколько кентов уехало в Германию, там, в Россию, разъехались там, и русские, и немцы, и греки. Они бы куда бы ни приезжали, они говорят, вы все равно казахи. Вот моя баба Валя уехала в Белгород, и у них там такая образовалась, там, много из Казахстана. Землячества. Да, землячества, русских. Так местные русские говорят, вы казахи. Они говорят, да, мы казахи. И они там в быту, там, бешпамаки, вот эти, лагманы там. Ну, здесь сейчас люди, живущие здесь, в Казахстане, готовы к такому? Но, понимаешь, опять же, это опять же связано с казахским образом жизни. Этим нужно гордиться. Если в Америке, да, никто не спрашивает, вообще, я не слышал, меня ни разу не спросили, кто я по национальности. Во-первых. Да, и они все американцы, латиносы, китайцы, кто бы там ни жил, кореец. Они говорят, я американец, я американец. И паспорт. Понимаешь, я американец. Они гордятся этим. А если уже копать, а кто ты там по крови, они говорят, а вот у меня крови такие-то. И это не противоречит друг другу. Допустим, какой сегодня самый сильный паспорт? Наверное, японский самый сильный паспорт, да? Кто не хочет быть японцем? Да, сейчас выйдем на улицу, спустим, хочешь быть японцем? Давай поменяем. Ты сейчас казах, да, давай поменяем. Многие, по-моему, согласятся, потому что японский образ жизни, вот футбол, на футболе, как они показали всем миру. Там собираются вот эти болельщики, там орут, там визжат, потом после них уходят мусора этого, говна этого. А японцы, они за собой упирают. Какая культура высочайшая. В раздевалке они проиграли, сборная там по футболу проиграла, они собрали, сделали как было. Это вот какие-то маленькие даже бытовые детали, да? Ну ты просто восхищаешься, вот японцы, ну насколько вот народ, да, такой. И попробуй кого-нибудь там, а заодно задекларировать, там, все, кто в Японии живет, будут японцы, многие согласятся. Сначала нужно сделать казаха, то есть, как бы, главную, титульную нацию этой страны, вознести его образ жизни на такой уровень, чтобы каждый захотел бы быть казахом. Для него это было бы честь, мы ставим лошадь позади телеги, понимаете? Мне эта идея нравится, но мне бы хотелось бы, чтобы сначала условия, образ казахской жизни. Чтобы органично было, да? Чтобы это было органично. Сначала вы создаете условия, чтобы человек захотел стать казахом, он и без вас скажет, а можно записать меня казахом? Понимаешь, вот тогда это было бы органично, логично и правильно. А не пустой такой, знаешь, красивой декларации? Ну, декларация, это же слово. А как мы помним, вначале было слово, а потом появилось все остальное, как было сказано в одной очень умной толстой книге. Поэтому, может быть, все-таки эти декларации, они имеют какое-то значение? Не только же мы там сначала условия создаем, а потом декларируем. Может быть, это все-таки направление, куда имеет смысл двигаться? Ну, если это рассматривать, как такой первый взброс, так первый камешек, что у нас появилась такая идея. А не были бы вы против, если мы вас всех так запишем? Хорошо, давай рассматривать, как этот первый камешек. Ну, знаешь, в той же книге, про которую ты говоришь, фраза была «да будет свет», и был свет. А знаешь, сначала нужно включить свет, а в этом доме сейчас света нет. И вообще, ты знаешь, если у нас такой высокий разговор пошел, то я сейчас приведу Шоппенгауэра, да, вспомнил Шоппенгауэра. Я просто не вручаюсь за точность цитаты, просто он говорил, что убогий человечек, которому нечем, значит, хвастаться в настоящем, он хвастается своей национальностью. Поэтому это как раз-таки применительно вот к нашей сегодняшней ситуации. Это был Ермек Турсунов в проекте «Коммутатор». Смотрите наш канал, подписывайтесь на него. Здесь много интересных тем, интересных спикеров. Мы говорим об остром и актуальном. Спасибо большое, Ермек, за то, что поговорили с нами на эту важную тему.